добрый вечер дорогие друзья и мы с вами разберем следующие три задачи это минимум степень двойки и сумма сумма цифр вы их можете скачать к себе я их уже скачал задача минимум имя входного файла input.txt имя выходного файла output.txt ограничение по времени 2 секунды ограничение по памяти 64 мегабайта условия дана последовательность чисел найти в ней наименьшее число входные данные задано сначала число n количество чисел последовательности а затем н чисел и нам нужно вывести самое наименьшее число я уже написал для себя код который мы сейчас разберем вот он его вставим и так для начала мы подключили стандартно библиотеки stream и match.h по стандарту открыли функцию main два наших free open а потом инициализировали четыре переменные переменные i, c, min и n переменные i, c это промежуточные переменные для хранения вводимого значения и счетчика цикла а переменные min и n для хранения минимального числа и для хранения количества цифр которые нам нужны сначала инициализировали переменные i, c, min и n далее мы вводим количество цифр син n дальше вводим первое минимальное число то есть первое число в нашем порядке оно и будет являться самым минимальным для начала к примеру если у нас будет четыре числа 4 3 5 и 9 то первым минимальным числом будет являться 4 далее мы открываем цикл от первого числа до меньше равно n почему от первого одни от нулевого потому что первое число мы уже ввели и оно является минимальным дальше мы входим в цикл и начинаем вводить следующую следующее число который будем заносить в переменную c а далее мы будем сравнивать если минимальное число то есть min меньше c то минимальному значению присваиваем значение c и все и после этого после конца после завершения работы цикла в переменной min мы получим минимальное значение нашей последовательности и нужно вывести будет наше значение теперь давайте попробуем отправить на оси петерсу точка ру стираем сингеты стираем комментарии лишний проверяем правильно ли у нас прописанный input и output копируем и информация контейстер минимум отправить решение выбираем нашу среду разработки этой microsoft visual c++ 2010 вставляем наш код проверяем все и отправляем обновляем страницу и смотрим наше решение принято следующая задача степень двойки имя входного файла input.txt имя входного файла output.txt ограничение по времени также 2 секунды и ограничение по памяти также 64 мегабайта и само условие задача является ли число степенью двойки то есть число степени двойки это 2 4 8 все это 2 в одной степени и нам на входе дается число и нам нужно проверить является ли это число степенью двойки пример 8 является нам программа выведет из а если не является нам нужно вывести но и так для себя уже набросал еще уже код который мы сейчас копируем и разберем ставим место нашего предыдущего стандартно подключаем наши библиотеки открываем функцию main стандартно наши фриопены и иноциализируем три перемены x, y и i y у нас будет возводиться в степень x будет нашим данным числом i нам нужен для счетчика для счетчика цикл вводим наше число sinx это данное число которое нам дает компьютер и нам нужно проверить является ли x степенью двойки открываем цикл от нуля до меньше тридцати потому что больше я не вижу смысл он с тридцать двойка в тридцатой степени имеет достаточно большой размер поэтому будем искать в диапазоне от два в нульвой до два тридцатой степени открываем цикл и проверяем если x равно нулю о единице то есть единица является степенью двойки то сразу выводим yes и завершаем нашу программу return 0 return 0 завершит нашу программу сразу же и проверяем если y равняется x а y на самом начале равен двойке то есть если x единица или двойка то программа нам сразу увидит yes и завершится а иначе если y не равен еще 0 то y увеличится в 2 то есть возводится в степень двойки допустим тут допустим x у нас 4 то программа проверит x не равно единице она сюда заходить не будет проверить следующее условие тоже в него не зайдет и увеличит y то есть двойку на 4 и следующий раз когда она уже будет проходить теперь сверять условие y когда которая будет равна 4 и x которые искомые наше число равно 4 оно выведет yes если же в нашем случае цикл дойдет до конца и не выведет yes то в конце мы просто выводим ноу и и заканчиваем нашу программу то есть число не является степенью двойки программа выполняется за 30 шагов и по идее является эффективной давайте мы ее проверим и отправим в тестирующую систему стираем синегетом лишний комментарий проверяем input output копируем и отправляем выбираем наш компилятор и вставить проверяем наш код и нажимаем отправить программа компилируется добавляем браузер и наша задача принято следующая задача сумма цифр имя входного по файла input input имя выходного файла output ограничение по времени 2 секунды ограничение по памяти 64 мегабайт задание посчитать сумму цифр числа вводится число вывести сумму его цифр например 157 выводится 13 потому что 1 плюс 5 плюс 7 будет 13 давайте посмотрим код который я для себя набросал итак библиотеки стандартно открываем как на главную функцию наши фриопены стандартно сразу смотрим что импут и аутпут который нам нужно и инициализируем две переменные типа long long переменная s нам нужно для подсчета суммы цифр а переменная n нам нужно для самого числа которые мы будем разбирать мы вводим наше число допустим это тоже самое 157 в переменной n хранится число 157 итак входим наш цикл и пока n будет больше нуля мы выполняем следующие условия какие условия мы выполняем мы выполняем два условия с равно с плюс остаток отделения н на 10 то есть если возьмем число 157 и поделим его на 10 останется остаток 7 и этот остаток прибавится к с то есть после первого действия нас с станет равно 0 плюс 7 будет 7 далее мы выполняем следующие действия n равно n разделить на 10 то есть мы n уменьшаем на отрезаем от него последнюю цифру этим действием после этого действия у нас n станет равным 15 но n также больше на сих пор больше 0 значит снова повторяем наше действие с уже которое равно 7 плюс остаток деление 15 на 10 остаток деление 15 на 10 у нас 5 то есть 7 плюс 5 равно 12 и s у нас станет равно равным 12 далее мы снова уменьшаем n делим его на 10 и у нас n получается уже единица но единица больше нуля и мы снова повторяем третий раз наше действие если единицу разделить на 10 то получается единица и эту единицу прибавляем к с и s у нас становится равным 13 далее уменьшаем снова n n разделить на 10 то есть n в данный момент равно единица единица разделить на 10 будет уже меньше нуля а в конце мы просто выведем s в котором у нас будет сумма цифр числа а теперь копируем наш код и отправляем вставляем и выбираем наш компилятор если выбрать другой какой-либо компилятор программа не выполнится данный код выполнится если мы выберем к примеру microsoft visual c++ 2010 или гну c++ 460 или 452 выбираем c++ 2010 и отправить наша программа компилируется обновляем браузер и наша задача принята вот и все спасибо за просмотр